Что старший лейтенант ППС ГУВД Мингородсполкома Никитин неоднократно просил меня покинуть некое место, где осуществлялся общественный порядок. Я не повиновалась, и, следовательно, у меня протокопа 23.4. Никакого старшего лейтенанта Никитина я в глаза не видела. К нам подошли два сотрудника пресс-службы ГУВД Мингородсполкома. Один из них был Роман Вишкевич, он представился, он переписал наши данные с удостоверения и сказал, что... Ну, а теперь вам необходимо проехать с нами в ГУВД для проверки документов. Все. Телефон изъяли? Да, телефон изъяли, это было добровольно, это у них называется изъятие ценных вещей. Телефон вернут после суда, после того, как суд решит, что со мной делать. То есть, либо заканчивать дело, либо после того, как я плачу штраф или отсюда сутки. Когда суд? Суд 20 октября. А где тебя задержали? Меня задержали возле Коммуниотеатра Москва. Мы там встретились с коллегами и успели пройти буквально 10 метров. Еще ничего не происходило, это было в 13.45, никакой акции в тот момент не было. К нам подошли два сотрудника ГУВД Мингородсполкома пресс-службы. Один из них был Роман Вишкевич, ну и, собственно говоря, все. На этом наша работа закончилась. Насколько брутально было задержание? Нет, задержание было совершенно спокойным. То есть, он просто... Просто нужно понимать, что перед каждой акцией к нам подходят сотрудники пресс-службы или отделы идеологии ГУВД Мингородсполкома, предупредяя о том, что мы должны держаться на безопасном состоянии от сотрудников милиции и участников инфрационированных акций. Вот, в этот раз они снова к нам подошли, и мы думали, что это будет такой же инструктаж, но все закончилось так, как закончилось. У нас сначала переписали данные с удостоверения, а потом сказали, что нам необходимо проехать. Уже за ними стоял микроавтобус, который нас просто провели, посадили и спокойно перевезли в РУВД Октябрьска, где мы провели более 13 часов. Вот, в связи с чем так долго протокол оформляли на каждой человеке? Нет, протокол оформляли буквально вот сейчас, 20 минут последних. Все это время просто провели в актовом зале РУВД. Ничего не происходило. Нам говорили, что по нам не принято никакого совершенного решения. При этом изначально у нас было что-то около 15 журналистов, и часть из них отпустили. Отпустили журналистов «Косомойской правды», отпустили журналистов «Белта», которых также задержали вместе с нами. Отпустили сотрудников России сегодня. И агентство «СМИ». То есть все, кто работает на российские СМИ, отпустили еще журналистов «Косомойской правды». А допустили адвокатов, если кто-то требовал? Да, адвоката я стала требовать практически сразу. И говорить о 62-й статье Конституции. Мне сказали, что все это, конечно, хорошо, и, наверное, его пустить. Тем не менее, мой адвокат подел под воротами РУВД примерно столько же часов, сколько я провела внутри. Его пустили только тогда, когда уже нам объявили, что начат административный процесс, и нас повели по очереди отобрать протоколы. СМИ. СМИ. Продолжение следует...